Блок с огоньком Привет, друзья! С вами Блок с вашей Катериной. Меня зовут Виолетта и это рубрика рецепты. Сегодня мы будем заваривать Эфиопию из нового урожая. Эфиопию Биенадоре. Так, кстати, зовут фермеры. Этот лот, кстати говоря, мы с Димой выбирали вместе. Это был мой первый сорс. Я очень хорошо помню этот кофе, прям вкус этого кофе, когда мы капели. Также нам посчастливилось познакомиться с самим фермером. Как вы знаете, это редкость, когда из Эфиопии мы привозим кофе прям конкретно от фермера. Обычно это кофе от кооператива, вот, или от нескольких фермеров. Вот и называем мы его, опять же, чаще всего в честь станции обработки. Поэтому этот лот мы прям очень полюбили. Ну и, соответственно, вкусовой профиль у него тоже очень яркий и интересный. Что ж, про рецепт. Рецепт на сегодня 17,5 грамм кофе на 270 грамм воды температурой 96 градусов. Кстати говоря, мы рекомендуем использовать мягкую воду. У нас это 15 пп, поэтому, если у вас есть возможность найти такую воду, было бы здорово. Смачиваем фильтр, как обычно. А, про помол, как всегда, пока не забыла. Помол на Малькёник Танзания 6,75. Если у вас другая кофемолка, ищите ее в нашей таблице соотношения помолов. Таблицу можно найти в описании к этому видео. Так, 17,5 грамм кофе. Так, я буду делать два присмачивания с интервалом 25 секунд. Вот, и дальше буду остальную часть воды делать одним вливанием. Поехали! Соответственно, в 50 секунд я начинаю вливать в центр. Расхожусь по краям. Захватываю весь кофе. Продеваю аккуратно, не спеша, не заходя на стенки. Я завариваю, прям чувствую этот яркий профиль эфиопии. Очень классный. Экстракция составила 2,40. По моему рецепту это было 2,30, когда я настраивала. Но сейчас чуть дольше. Это абсолютно нормально, потому что могла быть немножко другая обжарка. Поэтому, если у вас будет так же, ничего страшного. Всегда, как всегда, говорю, что ориентируйтесь не на цифры, а на вкус. Замеряем тдс, чтобы понять, какая концентрация напитка. Самый яркий дескриптор у этой эфиопии, это для меня абрикос. Такой сладкий, прям как абрикосовое варенье. И какие-то фруктовые конфеты. Несмотря на то, что это натуральная обработка, кофе очень чистый. Еще, несомненно, здесь есть черный чай и, наверное, персик. Тдс мне показывает 1,31. Ну, опять же, кофе горячий, он наберет еще. Наша цель, как правило, это 1,40. 1,40, 1,45. Остывая, здесь появляется такая кислотность, очень приятная, как у сочного апельсина. У красного апельсина. То, что он такой более сочный. Вот она после вкусти. Есть ноты грейпфрута. Очень интересный кофе. Он, кстати говоря, есть у нас и в эспрессо. Помните, что в эспрессо все дескрипторы ярче. Поэтому можете представить себе, какой интересный будет эспрессо на этом кофе. Вот, очень советую попробовать. Такой вот рецепт, друзья. Если он вам понравился, ставьте лайки, пишите комментарии. Я все-все читаю. На этом все. Пока. Пока.